Прокатиться с ветерком – одно из любимых занятий детей в теплое время года. Для югорчан велосипед – привычный транспорт, которым пользуются ежедневно. Однако госавтоинспекторы обеспокоены. За долгую зиму дети могли забыть правила безопасности. А потому инспекторы ДПС выходят в профилактические рейды, чтобы напомнить юным участникам движения о правилах на дорогах и об ответственности за их нарушения. Подробности в сюжете. Девочки, помните, что так пересекать нужно проезжую часть на пешеходной дороге? Я сюда приеду, я вошелико, не знаю, не забывайте, что выезд до 14 лет на дороге общего пользования вам запрещен, да, с 7 до 14 лет мы передвигаемся по тротуару, либо в специально определенный констат. Во время рейда госавтоинспекторы останавливают юных велосипедистов, делают устное внушение, а также вручают памятки. Кстати, не только полицейские заинтересованы профилактикой ДТП, но и ответственные родители. Папа говорил, что когда пешеход, встаешь с велика и идешь пешком, чтобы не пораниться. В школе рассказывают, приходят к нам сотрудники ГИБДД, рассказывают в школе. Скажи, нарушала хоть раз? Нет. Почему? Ну, как, зачем нарушать? У здоровья будет это плохо. За нарушение правил дорожного движения на велосипедистов в возрасте до 16 лет составляется карточка учета. А те, кому уже исполнилось 16, и вовсе получат протокол, который отправят на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Карточки учета составляются ежедневно. За 2022 год на территории Советского района произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов. Одно из которых с участием несовершеннолетнего. В 2023 году уже произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Правила касаются и тех, кто катается на электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. С 1 марта 2023 года в правила дорожного движения внесены поправки, касаемые подобных средств индивидуальной мобильности. Согласно новым правилам дорожного движения, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться. Движение по дорогам общего пользования запрещено. Приобретая электросамокат, обратите внимание на его технические характеристики. Так как самокат мощностью свыше 250 кВт приравнивается к транспортному средству, на которое необходимо водительское удостоверение категории М. Управлять электросамокатом мощностью свыше 250 ватт без водительского удостоверения нельзя. В противном случае нарушителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Транспортное средство в таком случае отправляют на штрафстоянку. Елизавета Гутовская при поддержке телекомпании «Первый Советский». Продолжение следует...